Приехал я в деревню Путилково. Вот еще один свято-михайловский храм. Это не Москва, это Красногорск. Но МКАД тут прям вот за углом. На картах вообще это выглядело гораздо красивей. Но здесь пока идет какая-то стройка, какие-то заборы. Еще и ветер здесь. Куда бы от ветра спрятаться? А еще тут помойка. Ветер немного утих. Пойду поснимаю возле храма. Но если поднимется опять ветер или будет шумно, то перемещусь в машину. Одно из первых положений протестантского учения, которое человек новообращенный усваивает, это то, что оказывается за мертвых, за умерших молиться нельзя. И надо сказать, что это, конечно, стресс. Это, конечно, такой, ну что ли, невроз. Ну, молодежь-то это особенно не трогает, потому что у молодежи смерть – это что-то такое далекое, с чем предстоит столкнуться еще не скоро, не сразу, может быть, потом. А вот для пожилых-то людей – это, конечно, вопрос такой очень и очень принципиальный. Но всех протестантов всегда учат, что молиться за умерших нельзя. Вернее, даже так, не нужно за них молиться – это бесполезно, потому что если умирает человек верующий, христианин, рожденный свыше, то он у Господа, он блажен, зачем о нем молиться, ему лучше, чем нам. А если человек был неверующий, то за него молиться бесполезно. То есть он попал в ад и все, а из ад в рай уже не переходит. Вот, почесав городу, которой тогда еще не было, я так подумал, ну, наверное, с этим нужно согласиться, потому что это звучит логично. Но, как потом выяснилось, не все то, что звучит логично, хорошо можно применить на практике. Так получилось, что вскоре после того, как я стал баптистом, мне пришлось там основывать, ну, некую такую общину в поселке Шлюзовом в городе Тольятти. И так получилось, что эта община у нас была далеко не молодежная. Почему-то к нам пошли бабушки. Бабушки, бабушки, бабушки. Мы их крестили и стали наставлять в таком протестантском учении. Наставляли, кстати, очень жестко, особенно не истуствовал я. Там никаких крестиков, чтобы не носили, чтобы иконы все убрали и так далее. Бабушки нас слушались и делали все, как мы говорим. И, конечно, они тоже усвоили, что за умерших молиться нельзя. И тут у одной из этих бабушек умирает муж. Ну, это, конечно, стресс. Они прожили душа в душу много лет. Он был по нашим понятиям неверующий. То есть он так и не стал баптистом. А похоронные все вот эти наши богослужения, которые мы там проводили, они же все как бы были для живых. То есть вот чтобы живым засвидетельствовать о Христе. И поэтому, конечно, я пошел на похороны. Ну и просто мужская сила никогда не помешает. И вот на кладбище гроб заколачивают. Вдова с черным абсолютно от слез лицом. Наша верующая сестра. И вот момент, когда закрывается крышка гроба, он самый всегда в похоронах, ну такой драматичный. Потому что человек понимает, что вот сейчас закроют и все. И больше ты этого лица не увидишь. И этот момент, ну правда, он очень неловкий для людей посторонних. И это, пожалуй, самый драматичный момент для родственников и любимых. И вот вдова падает на гроб, обнимает его и кричит «Господи, прими мужа моего в Царство Небесное!» И начинает молиться о своем только что умершем мужа. Баптистка. Твердо наставленная. Очень-очень послушная. Никогда ни с чем не спорившая. И в этот момент у нее просто вот начисто срезает вот этот пласт баптистского вероучения. Она начинает молиться, плачет. А я, пастор, я же должен следить за ортодоксией. Я же должен сделать ей замечание. Но у меня не хватило духу сделать ей замечание тогда. Я тогда подумал, ну, потом, когда успокоится, отболит, отплачется, потом я с ней поговорю. Но я так и не решился с ней поговорить об этом. И самое главное, потому что я внутренне чувствовал, что я буду неправ. Когда буду вот об этом говорить с ней. Просто буду неправ. И это была такая первая трещина. После этого было еще много похорон. И я помню, как мы однажды с одним хорошим очень баптистским пастором обсуждали эту проблему. Что вот даже самые стойкие в вере баптисты, когда у них умирают очень любимые и близкие люди, нет, нет. Да и прорвутся таким молитвенным воздыханием об умерших. Как на это реагировать? Мы решили, что с этим ничего поделать нельзя. Это нечто естественное. Естественное для человеческой природы. На улице стало опять шумно, поэтому переместились в машину. Но, в общем, вопрос этот очень-очень-очень меня волновал, поскольку это все-таки не шутки. Это посмертная участь человека. Вот два тезиса баптистских. Первый тезис. Если умирает верующий человек, то о нем молиться не нужно, потому что он блажен. Второй тезис. Если умирает человек неверующий и идет в ад, то о нем молиться бесполезно, поскольку из ада в рай не переходит. Если второй тезис представлялся мне абсолютно бесспорным, ну да, апокатастасис. Это древняя ересь, осужденная церковью, осужденная на Пятом Вселенском Соборе. Кто попал в озеро Огненное, тот уже не спасется. Это да, и с этим, кстати, никто не спорит. Но вот насчет состоятельности первого тезиса, о том, что умершие верующие не нуждаются в наших молитвах, у меня появились вполне обоснованные сомнения. Сомнения эти были вызваны тремя текстами Священного Писания. Первый из них – это послание к евреям 9.27. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Да, Христос обещал верующим в Него, что они на суд не приходят. Но это, похоже, речь идет о том страшном, так называемом, суде у Великого Белого Престола. Там судятся те, кто не был записан в Книге Жизни. А мы записаны в Книге Жизни, поэтому на тот последний суд, когда судятся незаписанные в Книге Жизни, ад и смерть, все это будет брошено в озеро Огненное, вот на тот суд христиане не приходят. Хотя это не мейнстримовая точка зрения, есть православная точка зрения, что христиане и на тот суд все-таки придут, но Бог с ними, с этими людьми, тогда непонятно, на какой же суд не приходит верующий во Христа. Послание к евреям 9.27 ясно сказано, всем человекам надлежит однажды умереть, а потом суд. И здесь нет деления на верующих или неверующих. Если в Откровении при Страшном Суде там все-таки показано, кто на этом суде, как там судится, и кто брошен в озеро Огненное, кто не был записан в Книге Жизни, то здесь в послании к евреям человекам надлежит умереть, а христиане тоже умирают, и потом суд. И это так называемый частный суд, на котором разбираются твои дела, что ты делал. Поэтому второй текст, который меня очень сильно насторожил, это 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот здесь апостол Павел 2 Коринфянам 5.10 говорит о том, что христиане придут на судилище Христова, и там они получат в соответствии с тем, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Традиционная протестантская частная эсхатология судилище Христова относит ко времени Второго пришествия Христа. Но я засомневался, а на каком основании? Здесь не сказано, что речь идет о Втором пришествии Христа. Здесь сказано, что нам всем надлежит явиться предсудилище Христова. А евреям 9.27, похоже, намекает, что это после нашей смерти произойдет. И доктрина о частном суде есть во всех исторических церквах, и это как раз древнее святоотеческое понимание. Но был и третий текст Священного Писания, который еще более страшен, что называется, для христиан. Это 1 Коринфянам 3 глава с 11 по 15 стихи. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Скорее всего, значит, на этом частном суде кто-то из христиан будет спасаться, как бы из огня. Я поставил себя на место такого спасающегося, как бы из огня, христианина. Мне довольно легко себя на этом месте представить, потому что дела мои вовсе несовершенны. И я понял, что я бы очень хотел, чтобы кто-то обо мне молился, когда надо мной будет вершиться вот этот частный божий суд. Ох, как я бы хотел, чтобы кто-то обо мне помолился. Ой, прям очень сильно бы хотел. Я прям очень надеюсь, что хотя бы вот жена моя будет молиться обо мне, когда я умру. И вот это прям вот до дрожи как-то меня, знаете, вот так продрало буквально вот этот текст. Я как представил это себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я хочу, чтобы обо мне помолились. Но я начал изучать, так сравнивая частную эсхатологию, вот послесмертную участь в разных конфессиях. В основном меня интересовал, конечно, восточный взгляд православной церкви и западное богословие католической церкви. Все согласны, и даже протестанты, кстати, что ад, вот то, что мы называем адом, это некое временное предварительное мучение. Когда-то смерть и ад будут брошены в озеро огненное. А вот озеро огненное, это уже окончательное место мучения для неверующих, для грешников. После последнего страшного суда у великого белого престола некоторые люди будут брошены в озеро огненное, и это уже навсегда, это уже не изменить. А вот дальше идет путаница и разноголосица. Впрочем, некоторые подробности меня утешили. Я, например, узнал, что в исторических церквах не молятся за некрещенных. То есть, ну, как бы, в баптистском дискурсе это бы означало, что не молятся за неверующих. Ну, вот. То есть, молятся только за своих, за братьев и сестер. Поэтому подают записки только за крещенных. Ну, уж какой он там был, христианин, хороший или плохой, это Бог будет решать, а не мы. Собственно, и в баптизме тоже было немало плотских христиан или там духовно слабых христиан, о которых мы там все время говорили. Ой, ну вот он позорит прям звание христианина. Вроде и отлучить его не за что, а вроде бы и как-то вот ну вот такая вот паршивая овца в нашем стаде. Уж не знаю, пусть Господь с ним там разбирается. Но, тем не менее, он член церкви, верующий вроде бы. Так что тут разницы между баптистским и православным церковным сообществом никакой. И там, и там есть подлинно святые люди, и там, и там есть люди, живущие так себе посредственно. Но, что меня утешило, что в исторических церквах не молятся об умерших некрещенных. Уже неплохо, подумал я. Второе, что меня утешило, что все-таки из озера Огненного никто не переходит. Да, это учение Вселенского собора, из Огненного озера спасения нет, а по катастасис ересь. Ну, отлично. А вот дальше происходит путаница. Просто невероятная путаница. Все учат, что будет частный суд после смерти. Частный суд или судилище Христово, откуда некоторые спасаются как бы из огня. Некоторые получают награду, это праведники, святые, канонизированные вот люди и так далее. А некоторые спасаются там как бы из огня. И вот терминология вот этого частного суда, вот этого, вернее, огня, из которого спасается человек, вот нередко у православных восточных богословов вот этот огонь частного суда или судилища Христова называется адом. Поэтому когда вы встречаете или слышите православные молитвы о том, чтобы Бог кого-то извел из ада, то вы должны понимать, что это не тот ад, который там в протестантском и в католическом понимании, как место, откуда только, ну вот, собственно говоря, уже на страшный суд идут. Но это вот как раз такой огонь, временный огонь частного божьего суда скорее. То есть у восточных православных вот этот огонь божьего суда после частного божьего суда называется адом или отождествляется скорее с адом. И это временное заключение, и оттуда можно спастись, а можно окончательно после страшного суда попасть в озеро огненное уже навсегда. И молитвы помогут человеку, который проходит вот этот адский огонь после частного суда. Вот такая православная частная эсхатология. У католиков ад, что называется, отдельно. В ад попадают, ну, такие безбожники, откровенно уже вот на частном суде Божьем отринутые навсегда, вот туда не попадают в ад, и это кандидаты для озера Огненного. А есть чистилище, вот, собственно, чистилище, это и есть огонь, вот, о котором пишет апостол Павел. Ну, еще Христос говорит там, смотри, чтобы кто не вверг тебя в темницу, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Но по католической точки зрения из чистилища в ад попасть нельзя. Соответственно, на вечные муки попасть нельзя, потому что в чистилище попадают христиане, крещенные, которые плохо свою жизнь прожили. И надо сказать, что здесь протестантское и католическое мироощущение поразительным образом сходится. Просто протестантам не нравится термин чистилище, но есть судилище Христово, где спасаются как бы из огня, в это протестанты верят. Ну, просто для вот этого огня у католиков есть термин чистилище. И молитвы христиан могут человеку, попавшему в чистилище, облегчить муки или сократить их количество. И в этом смысле баптисты тоже верят в огонь частного суда Божьего или в огонь судилища Христова. И верят, что оттуда тоже нельзя попасть в ад и на вечные муки в озеро Огненное. Но почему-то не молятся о тех, кто проходит это огненное испытание. Вот католики молятся, ну, и иногда там даже с перегибами, помните, все эти продажи индульгенций, ну, и так далее. Что, собственно, и стало поводом к началу реформации Мартина Лютера. Так вот, получается, что неопротестанты тоже верят в некое такое протестантское чистилище, просто не употребляют термин чистилище, но не молятся абсолютно о тех, кто проходит вот это спасение как бы из огня. И вот тут у меня возник вопрос, а почему, собственно? Я бы очень хотел, чтобы обо мне в этот момент кто-то помолился. Более того, это, наверное, самый драматичный момент, когда я попадаю в какие-то земные передряги, я всем кричу, там, звоню, молитесь обо мне, у меня тут экзамен, у меня тут я заболел, я в больнице, у меня операция, у меня то, все, то есть, когда я попадаю в какую-то серьезную переделку, я всех прошу обо мне молиться. И вдруг я попадаю в самую серьезную переделку, и там как раз вот, как, собственно, и всегда, все зависит от Бога, и тут почему-то я не буду просить обо мне молиться, не, ребята, я буду просить вас молиться обо мне, когда я умру, и буду проходить частный суд Божий. И тут я понял, что на самом деле и восточная, и западная концепция, они очень и очень сходны, они различаются в деталях. Уж какие детали правдоподобнее и, так сказать, вернее, мы узнаем, когда умрем, но концепция общая одна. Если человек умер, и этот человек христианин, братья и сестры должны бы о нем помолиться. Интересно, что, похоже, даже апостол Павел считал, что и он не застрахован от всякого рода неожиданностей в этот момент. Помните, он пишет, «Только бы нам и одетыми не оказаться на гиме» 2 Коринфянам 5.3 или 1 Коринфянам 9.27 «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мне, в общем-то, это понятно. Я бы тоже хотел, чтобы я оказался достойным, и это побуждает меня не только здесь, в земной жизни, конечно, как-то употребить усилия, но и я бы хотел, чтобы обо мне помолились». И вот это вполне естественное желание, оно было у всех святых отцов, у ранних христиан. Я не буду вас грузить там цитатами из отцов церкви, из ранних отцов церкви. Вы эти цитаты можете нагуглить сами. Но ведь просто понятно, что смерть это такое путешествие. То есть, когда христианин умирает, он не прекращает свое бытие. Мы же не свидетели иеговы и не адвентисты, верующие в сон души. Человек отправляется в путешествие, как это в кантате Иоанн Дамаскин. «Иду в неведомый мне путь, иду меж страха и надежды, мой взор угас, остыла грудь, не внемлит слух, сомкнуты вежды». Кстати, еще когда я был паптистом, вот именно эта потрясающая музыка меня подвигла исследовать вопрос о посмертной участи. «Иду в неведомый мне путь, иду меж трава и надежды, мой взор у нас на спину гроть, не пневмит слух сомкнуты и небы, иду меж трогой, твой отец не собежи». Святой Епифаний Кипрский пишет, «Живые, оставшиеся на земле, веруют, что отшедшие и умершие не лишены бытия, но живы пред Богом. Как Святая Церковь научает нас о путешествующих братьях молиться с верой и упованием, что совершаемые о них молитвы полезны им, так надобно разуметь и о молитвах, совершаемых об отшедших от мира сего». «Я в очень непростой дороге, в очень непростом путешествии, когда я умер. Помолитесь обо мне». И это так естественно. Но совершенно, я помню, разбил меня один стих из Библии, в котором я вдруг неожиданно обнаружил такой библейский новозаветный пример молитвы об умершем. Когда я изучал пастырские послания, во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет, это первая глава с 16 по 18 стихи, «Додаст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Додаст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Первый вопрос, который у меня возник, когда я так скрупулезно изучал этот текст, почему Павел молится о том, чтобы Бог дал милость не самому Анисифору, а его дому. Второе, почему он об Анисифоре пишет только в прошедшем времени и не передает ему приветов и не просит Тимофея как-то там поблагодарить Анисифора и так далее. Не означает ли это, что Анисифор умер? Я посмотрел святоотеческие толкования древние и был поражен, что все в один голос говорят, Анисифор на тот момент действительно был мертв. Да, он много потрудился для апостола Павла и почил. А если Анисифор умер, тогда как понимать, да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. Я помню, что я так сидел и думал, да не, не может быть вообще такого. Как это? Это что, молитва об умершем, что ли? Апостол Павел молится, да не, да он, наверное, живой. Это все эти православные комментаторы, они уж от истины отступили в этом вопросе, поэтому вот и говорят, что он был мертв. Это я так себя убеждал, хотя как раз наоборот все говорит о том, что он был мертв, особенно то, что ему не передают привета. Он и день это вот как раз тот день суда, когда Господь будет испытывать наши дела, додаст ему Господь милость в он и день. Это уж точно ведь про тот день, когда Бог будет судить, а не Сифора. А следующая эта мысль была еще страшнее. А даже если он жив, то Павел молится, чтобы Господь дал ему милость в день Божьего суда. И вообще тогда какая разница, жив он или мертв. И это с разъелом меня наповал просто. Как же так? Оказывается, можно и должно молиться о людях, которые проходят через Божий суд. Неважно, когда мы молимся о них, умерли они или еще живы, собственно, качественно в их бытии ничего не меняется. Меняется только для нас. Мы находимся с ними в разлуке, а у Бога-то все живы. А если это так, то я просто сволочь, что я не молился о многих умерших моих братьях и сестрах. Ведь это означает, что я оставил их без молитвенной поддержки в самый драматичный момент их жизни. Все эти рассуждения как раз совпали с моим переходом в историческую церковь. И я помню свой первый раз, когда я решился помолиться об умерших. Было очень страшно. Вы не представляете себе невероятно страшно, потому что 20 лет баптизма они даром не проходят. И если первоначально об умерших молился другой человек, целебрант, то есть тот, кто вел мессу, а я просто сослужил и мог промолчать во время этих молитв, то настал момент, когда первый раз в своей жизни я служил мессу один, сам, самостоятельно в качестве целебранта. И там были записки за упокой и надо было помолиться об умерших. Было очень страшно. Но, кстати, один из главных страхов был, а что скажут мои братья и сестры, которые тоже из протестантизма пришли, вот, члены нашей общины. Они скажут, совсем свихнулся там Бегичих, уже за умерших молятся. Не бывать этому, мы тру, баптисты, все уйдем, ногами проголосуем, против. Почему-то я этого очень тоже боялся. Но, забегая вперед, скажу, что вот этого как раз бояться не нужно, и бояться было нечего. Братья и сестры наши, они очень хорошие, они все тоже очень думающие, и пара человек мне задали этот вопрос, я им ответил, и больше недоразумений не возникало. Наоборот, люди стали подавать записки за своих умерших родственников. А другой страх был вот как раз такой, перед Богом. А вдруг я согрешу перед Богом этой молитвой? Вдруг я сейчас совершу что-то, что Господу никак не понравится? Поэтому перед этой мессой я помолился Богу примерно такими словами. Господи, если вот это не помогает, если эта молитва об умерших вот им не нужна, ну, ты же знаешь это, Господи. Мало ли, я молился тебе глупыми молитвами, ну, ты уж меня прости, ну, будет еще одна глупая молитва в моей жизни. Но вот чудо, когда я дошел до этой молитвы, я произнес слова «Помяни Господи почившего имя рек, его призвал ты к себе из этого мира, дай же ему в крещении соединившемуся с сыном твоим в смерти участвовать и в Христовом воскресении. А потом помяни также братьев наших усопших в надежде воскресения и всех почивших твоей благодати и прими их в свет лица твоего. Всех нас помилуй, дай нам участие в вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святыми апостолами и всеми святыми от века тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять тебя». И когда я произнес эти слова, я не только не почувствовал себя еретиком, мне как будто, знаете, в душный день открыли форточку и оттуда так прохладой повеяло, мой главный невроз прошел, теперь можно помолиться о моих умерших родственниках. И я впервые помолился о своем отце после его смерти. И с тех пор молюсь о нем. Он был крещен, и хотя жизнь его, конечно, была далека от идеала, он не был активным прихожанином православного храма, тем не менее он был отпет православным священником. Но все же и в моем отце чувствовалось благодать крещения. Когда он немножечко выпивал, у него развязывался язык, и он довольно здраво рассуждал о Боге. Какой-то зачаток веры все-таки в нем был. Ну и судить его, конечно, будет Господь, и у Господа будут свои резоны. Но ведь написано «открывайте свои желания перед Богом». Мы говорим Богу о своих желаниях, мы просим. А уж как ответить на наши просьбы, положительно или отрицательно, решает Господь. Но ведь так со всеми нашими молитвами всегда решает Господь, и это не означает, что молиться не нужно. И уж точно запрета на такую молитву, на молитву об умершем в Священном Писании нет. И даже если мы не знаем, как Господь ответит на нашу молитву, мы не знаем, помогает ли наша молитва. Это не повод не молиться, я это понял. Потому что Писание многократно заповедует нам молиться друг о друге, всякой молитвой и прошением о всех святых. Прошу совершать молитвы, прошения, моления и так далее, ходатайства за всех человеков. Молитесь друг за друга. Разве умершие перестали быть людьми, или они нам больше не друзья? Если уж искать в Библии конкретного повеления молиться об умерших, наивно было бы ожидать такого повеления. В Библии нет прямого повеления молиться о китайцах. Но мы же молимся о китайцах. Нет конкретного повеления молитесь за женщин. Мы же молимся о женщинах. Потому что написано молитесь о всех людях. И если женщины и китайцы татары, русские, чернокожие, если они люди, то мы о них молимся. А умер не умер это дело третье. Здесь на земле он умер, а у Бога то он жив. И даже о некрещенных людях мы молимся не в церкви, а келейно. Потому что мы на самом деле не знаем, что происходило в их душе, каковы были их последние взаимоотношения с Богом. Может быть они успели как-то перед смертью покаяться и обратиться к Господу. Не знаем. Но мы практически никогда не знаем о чем молиться как должно. Об этом тоже Писание говорит. Поэтому и Дух Святой ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. Когда меня просят молиться о тяжело больном человеке, который ложится на операцию. Я соглашаюсь молиться, и я молюсь. Я не знаю, в этот ли момент ему делают операцию, или может быть ее перенесли. Я не знаю, как чувствует себя этот человек. Даже может быть он умер во время операции, но я продолжаю молиться. Я не знаю, Бог знает. От меня требуется молиться. И горе мне, если я не молюсь. Так и об ушедшем с этой нашей бренной земли. Он жив. И быть может сейчас нуждается в наших молитвах. Так что помни, Господи, братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоей благодати, и прими их в свет лица Твоего. И вы молитесь. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока, пока. Субтитры